Вячеслав Викторович, спасибо большое за то, что нашли время для нас. Завершается весенняя сессия Государственной Думы. Какие результаты вы считаете наиболее значимыми? Ну вот так, чтобы подтолкнуть немножко к ответу, который мне хотелось бы услышать. Более 400 законов. Это, наверное, много. Это количественные показатели. Что можно сказать о качественных критериях? Ну я вот как раз вам скажу, что это на самом деле немного. Потому что если говорить и сравнивать прошлый период, такой же аналогичный, 2016 год, осенние сессии 15 и 16, весенняя сессия, то это меньше и значительно меньше. Потому что за аналогичный период было принято около 600 законов, где-то 584, если мне память не изменяет. Поэтому речь идет именно о качестве. И мы изначально ставили критерий основной повышения качества законотворчества. Поэтому закона проектов принято меньше, но мы считаем, что нужно принимать качественный закон. А что принципиально изменилось в экспертизе закона проектов, в которой раньше действительно было много вопросов у экспертов? Вы стали дольше рассматривать эти законы, тщательнее их готовить? И появилось ли в Государственной Думе больше профессионалов? Ну, во-первых, мы их стали именно тщательно рассматривать. Потому что вот затягивать, это неправильно. Тем более, что у нас так получилось, что нам перешло 2020 законов от предыдущих созывов Государственной Думы. Причем это законы, которые были внесены еще в 1994 году. Они, конечно, многие и морально устарели, и все экспертные оценки, и заключения состарились за это время. Но по Конституции мы обязаны все законы рассмотреть, именно рассмотреть. Поэтому на это уходит много времени. Но вместе с этим их нельзя запускать через какие-то ускоренные процедуры, потому что есть здравое зерно. И поэтому мы их перелопачиваем, обсуждаем, изучаем практически поштучно. И это нам дает эффект определенный. Он, на самом деле, небольшой. Это 14%, которые уже в виде принятых законов выходят. Но вот здравое зерно удается сохранить. Допустим, вот последние законы, которые мы рассматривали, они между первым и вторым чтением пролежали 7 лет. Закон о приграничном сотрудничестве, он очень нужен. Но 7 лет он находился в таких завалах законодательно. Поэтому нам приходится, с одной стороны, расчищать эти завалы. И мы здесь серьезно продвинулись около 60%. Есть быть точным, на сегодняшний день 58% из вот этих 2020 законопроектов, которые нам достались, рассмотрены. И есть основания говорить о том, что в следующую весеннюю сессию мы обнулим вот те законы, которые были внесены, начиная с 1994 года, еще в прошлом веке. А что можно сказать о новых инициативах? Насколько плодовиты, если так можно выразиться, сейчас депутаты, предлагая новые идеи законодательные? Плодовиты. Инициатив очень много. И мы сейчас делаем все для того, чтобы эти инициативы были серьезно проработаны. Причем проработаны на экспертном уровне. Создаем условия для депутатов, чтобы уже на стадии внесения профессиональные юристы оказывали помощь в подготовке законов, чтобы меньше было такого законодательного брака. Сейчас, чтобы качество законодательных инициатив повышалось, мы уже на этапе второго чтения запрашиваем информацию у правительства о принятых подзаконных актах. Учитывая, что масса примеров, когда закон принят, но он не работает. Не работает год, не работает два, не работает три. И мы сейчас нашли ту форму, которая позволяет нам уже на стадии рассмотрения закона получить информацию о проектах, нормативных актов, которые затем будут уже правительством приниматься для того, чтобы закон сразу заработал. А процент брака большой? И что это говорит о квалификации парламентариев? Знаете, показателем не является, но можно этот критерий тоже вводить как оценочный. Просто надо рассматривать в том числе отклоненные законы как элемент политики. То есть есть вопросы, где мы объединяемся и объединяемся со всеми фракциями политическими Государственной Думы и получаем солидарное голосование. Таких примеров достаточно много. Есть законы, которые вносят изначально представители всех политических фракций. И можно назвать 12 таких законодательных инициатив. Это закон о реновации. Вот как ни парадоксально. Тяжелейший закон. Затрагивает интересы миллионов граждан, москвичей. Но при этом мы смогли выйти на принятие закона, где были учтены все предложения разных парламентских фракций. И все объединились. Принятие решений, то есть они были сбалансированы после проведения парламентских слушаний. Когда мы в зал пленарных заседаний пригласили москвичей. Причем принципиально пригласили и тех, кто за реновацию, и тех, кто против реновации, и тех, кто колеблется. И у нас был очень непростой разговор. Была дискуссия открытая. И через это обсуждение мы вышли на принятие большого количества поправок, которые просто изменили закон. Потому что их было более ста. Это поправки, которые вносили представители разных фракций, оппонирующих друг друга. Но речь шла, в первую очередь, о защите прав граждан. И учитывая, что удалось найти оптимальное решение за этот законопроект, проголосовали практически все. Там было два, по-видимому, воздержавшихся. Или, не помню, уже один против, один воздержался. Все остальные поддержали закон. Есть и другие примеры, где мы вот так вот вместе выходим на решение. Закон о гражданстве. Речь идет о лишении гражданства по решению. То есть это, как правило, второе гражданство, когда в отношении человека, претендующего на гражданство, принимается решение о предоставлении ему гражданства. Но если гражданин взял и нарушил наши законы, тем более по таким серьезным статьям, как терроризм, осужден судом, мы внесли предложение, чтобы такого нового гражданина нашей страны можно было лишить гражданство за участие в террористических актах. Поэтому здесь тоже все были едины, что этот закон нужно принимать. Всего разных инициатив, около 300 было с участием депутатов рождественных фракций. Поэтому у нас нет такого, что одна фракция инициирует и принимает только то, что сама предложила, а других оставляет за бортом. Поэтому мы ищем постоянно те решения, которые более эффективны, более оптимальны. И здесь, независимо от того, кто внес депутаты, какой фракции предложили эти решения, мы их поддерживаем. Но когда мы говорим о качестве, все-таки в зале необходимо депутатов убеждать. И если это получается у представителей оппозиционных фракций, поддерживаются их инициативы. Если, соответственно, эта инициатива вносится представителями Единой России, не всегда такие инициативы поддерживаются даже своими коллегами. Надо в любом случае иметь аргументы. И просто вот так. Потому что я депутат фракции парламентского большинства. И все то, что я предлагаю, будет поддержано? Нет. Качество еще раз качество. Закон о реновации, так называемом, о московском строительстве в Москве действительно стал одним из наиболее резонансных. Но многими он рассматривается как эксперимент. Как возможность посмотреть на экономический эффект в отдельно взятом регионе. Экономический эффект от такого строительного бума. Как вы думаете, он может повториться, этот эксперимент, в других регионах России? И где, например, и подсчитан ли вами, парламентариями, экспертными группами, действительно вот эта отдача позитивная для экономики региона? Проект, он очень интересен сам по себе, но крайне важно, чтобы в рамках реализации этого проекта были защищены права граждан. Потому что все-таки во главе этого проекта должен стоять человек. И поэтому, когда наш президент Владимир Владимирович Путин поручил государственным и правительству именно эти вопросы взять на контроль, мы сделали все для того, чтобы доработать этот законопроект. Он стал другим, он стал сложнее. Но у граждан, которые, допустим, не захотят получать жилье, у них появится возможность получить компенсацию. Есть такое понятие равноценное, равнозначное жилье. Также защищены права тех, кто арендует или является собственником площадей, подлежащих реновации домов. То есть это закон, который сегодня действительно можно назвать вот таким пилотным. Но а как он будет реализован, покажет время. Вот после того, как мы увидим с вами уже результат реализации этого закона, можно будет говорить о его экстраполяции и развитии в регионах России. Запрос такой и есть. Но нужно исходить из того, что экономика в Москве одна, а в регионах другая. Инвестиционные составляющие здесь одни, а в регионах может их просто не быть. Потому что это же закон не бюджетный, он не за счет федерального, он не за счет регионального бюджета. Он за счет именно инвестиционных компонентов. Продолжение темы. Государственная дума приняла закон о фонде дольщиков. Во-первых, как это поможет предотвратить проблему? И как это поможет уже обманутым дольщикам, которых до сих пор насчитывается несколько тысяч? Давайте исходить из того, что закон, который мы приняли, он не увеличит количество обманутых дольщиков. Он защищает дольщика. Он защищает человека, который решил построить жилье через долевое строительство. В этом году количество обманутых дольщиков, мы видим, увеличивается. И то решение, которое нами было принято, оно позволит остановить вот этот рост обманутых дольщиков. Что касается уже людей, пострадавших, попавших в эту ситуацию, непростую жизненную ситуацию, мы договорились, что мы их не бросим. Мы будем делать все, чтобы помочь им выйти из этого положения. Мы провели слушание по этому вопросу с участием министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Михаил Александрович Мене, отдать должное. Правительство помогает в решении этой задачи. Пригласили регионы. С регионов приехали представители региональных органов власти. Мы здесь, в Государственной Думе, в зале пленарных заседаний разговаривали об этом. Это было сложно, потому что многие люди уже без жилья, в которое они инвестировали, более 10 лет находятся. Понятно, что гражданин сам инвестировал, понятно, что он сам принимал решения. Но там есть и много других моментов, по которым должна и власть принимать решения и занимать принципиальную позицию. Мы считаем, что необходимо эту проблему решать все вместе, и региональной власти, и федеральной, и депутатам Государственной Думы. Нельзя здесь занимать староусиную позицию, как будто ничего не происходит. А нельзя просто взять и выделить средства из федерального бюджета для того, чтобы разом решить эту проблему? Поскольку она, скажем так, в тех масштабах, в которых она сегодня существует, она скорее имиджевая. Да, она демонстрирует это. Нет, это не так. Это проблема большая. Их же не так много людей пострадавших. По оценке наших экспертов на 1 января 2017 года, таких было 120 тысяч, и даже не 120, а 130 тысяч. И за прошедшее время еще плюсом 20 тысяч людей стали обманутыми дольщиками. То есть где-то 150 тысяч человек – это число обманутых дольщиков. По 50 тысяч – здесь нужно искать решение. Здесь просто прямым решением выделить деньги. Во-первых, это деньги за счет граждан. Тех граждан, кто просто задаст вопрос, почему мои средства будут отвлекаться на решение этой задачи. Поэтому нужно искать другое решение. Это решение регионы ищут. И, кстати, дольщики понимают, что прямым решением просто здесь не путь. Помогать нужно, потому что у нас ведь, знаете, когда мы обсуждали и задались вопросом о страховой компании. Получилось, что страховые компании собрали деньги, деньги большие, это миллиарды, но при этом нет ни одного страхового случая. А при банкротстве некоторых организаций, больших, допустим, СУ-155, страховые компании банкротились вместе с предприятием-застройщиком. Вот вам и ответы на вопросы. Поэтому тут есть тема и для правоохранительных органов, есть тема и для тех, кто занимается надзором, почему такое произошло. Но есть и тема для обсуждения в целом вопроса. Потому что застройщики уходят от страхования, а когда они терпят банкротство, нет основания даже брать и обращаться к страховым компаниям. Вячеслав Викторович, при таком колоссальном запросе на решение квартирного вопроса у россиян, как вам кажется, может ли строительство стать таким драйвером роста для экономики? Каким стало сельское хозяйство, например, в условиях внешнего давления? Здесь вот такой стимулированный внутренний спрос есть. Другой вопрос, что не у всех есть возможность сейчас это сделать. Но тем не менее, люди бы нашли средства для того, чтобы улучшить свои жилищные условия, если бы предложение поспевало. Строительность может и должна быть таким драйвером. Надо создавать механизмы, которые позволят бы людям с одной стороны инвестировать. Уверенно инвестировать, без страха, что их обманут. Не только уверенно, но и иметь такую возможность. Потому что большие процентные ставки, допустим, с одной стороны не позволяют, с другой стороны проблемы, которые возникают на рынке жилья, когда много становится обманутыми дольщиками, такую настороженность вызывают. Поэтому, конечно, нужно искать новые механизмы, формы решения этой задачи. Но то, что строительная отрасль может быть драйвером экономики, тем более это рабочие места, рабочие места для не квалифицированной рабочей силы, это действительно так. Большая надежда государства связывает с развитием цифровой экономики. Здесь возникает большое поле для творчества законодателей, парламентариев. Какие законопроекты стоит ожидать? И насколько плотно сейчас Госдума занимается вопросами кибербезопасности? Здесь тоже наверняка последуют какие-то законодательные решения. Ну, исходить из того, что у нас компонент цифровой экономики присутствует уже сегодня при принятии законов. Это и вопросы транспорта, и вопросы медицины, и вопросы информационных технологий. Это все есть. Но когда мы говорим о цифровой экономике, а именно об этом говорил президент еще в послании в прошлом году, здесь необходимо сказать, что должен быть в целом системный подход не только с учетом сегодняшнего дня, а на будущее. Мы должны экспортировать технологии, мы должны принимать те решения, которые позволили бы сюда привлечь и программистов, привлечь и использование уже тех же новинок в области робототехники, допустим, развивать медицину будущего, работать над искусственным интеллектом. Посмотрите, у нас многие профессии в ближайшее уже время уйдут в прошлое. Думаю, что, допустим, профессия водителя, профессия водителя такси. Уже сейчас идут работы полным ходом, когда робот будет управлять автомобилем. И когда мы говорим о развитии цифровой экономики, нужно сегодня уже думать, допустим, о законодательном обеспечении, решение такого вопроса, как отношение человека и робота. Вы и депутаты, ваши коллеги, не пожалели, что не переехали в свое время в дневники и не покинули центр города? Если человек себя взял и посвятил служению своим избирателям, гражданам нашей страны, он может и пешком сюда прийти, он может найти любой другой вид транспорта. Но переезжать в хорошие условия может только тогда, когда наших граждан не будет умновать вопрос жилья, а люди проживают в ветхом, аварийном жилье. Когда мы с вами решим эти проблемы, тогда можно будет это обсуждать. Поэтому такой темы в повестке Государственной Думы нет. Тогда заключительный вопрос. И все-таки отпуск у депутатов есть, сессия завтра заканчивается. Депутаты Госдумы приняли законопроект о курортном сборе. А где сами парламентарии проводят свои отпуска? Опять-таки, по-разному. Но рекомендуете что-то внутри России развивать внутренний туризм? У нас половина депутатского корпуса избраны от конкретных территорий, избраны от одномандатных округов. Сейчас то время, когда можно взять и поехать к себе в округ, повстречаться с избирателями, обсудить проблемы, найти решение тех вопросов, которые люди ставят. И как раз вот это отпускное время дает такую возможность. Во всяком случае, я вот выбирался по одномандатному округу всегда в это время. Ездил на встречи с своими избирателями. И была возможность спокойно общаться именно в это летнее время. Без суеты. И, соответственно, вот такие встречи, они очень эффективны. Понятно, кто-то, наверное, какое-то время выделили для того, чтобы отдохнуть. Насколько я знаю, большинство едут в Крым, едут в Сочи, в Краснодарский край. Едут к себе домой. В регион? Не обязательно, да. Нужно куда-то ехать за границей. Но что касается курортного сбора, знаете, это тоже вопрос, который был очень резонансный, непростой. К нам в Думу приехали депутаты муниципальных образований курортных городов, губернаторы регионов, которые подпали под реализацию этого проекта. Это проект экспериментальный. Он охватывает всего четыре территории. Краснодарский край, Республику Крым, Алтайский край и Ставропольский край. Мы обсуждали достаточно детально эти вопросы. Обсуждая эти вопросы, уменьшили предельную, подчеркиваю, планку в два раза. Более того, эти сборы будут дифференцированно приниматься в зависимости от возможности того или другого курорта. Распространили их пока только на тех, кто отдыхает в санаториях. И не распространили на тех, кто, как мы говорим, диким образом приезжает в территорию. Что принципиально? Первый год средства в объеме 70% поступают в муниципалитеты, 30% зачисляются в регион. В дальнейшем эти средства поступают 100% в муниципалитеты. И муниципалитет должен программу заявить, благоустройство, развитие города. Должен быть создан общественный совет. Это все должно быть гласно для того, чтобы люди понимали, на что идут эти средства. Законопроект на входе и законопроект уже по итогам обсуждения тоже изменился. Важно, чтобы те, кто работает в местной власти, понимали, что приезд туриста для них – это благо. И им нужно делать все для того, чтобы как можно больше приехало отдыхающих. Вот если у нас это получится, тогда будем считать, что эксперимент, который охватывает вот эти четыре территории, он состоялся. И если это не получится, надо искать другое решение. Я благодарю вас и желаю вам и вашим коллегам все-таки захватить кусочек лета и отдохнуть. Спасибо. Спасибо вам большое.